Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Сегодня хотел бы показать вам бой на танке Т110Е5 на карте Рыбацкая Бухта. Играет тот игрок с ником Корт-17. Мне вообще очень нравится танк Т110Е5. В свое время очень много на нем катался, потому что отличная пушка с хорошим ДПМом и довольно точная. Они придут еще очень быстро сводиться. Да и броня вполне неплохая. Но, конечно, сейчас уже вышло очень много таких танков нагибаторских, у которых там и барабаны с бешеным дамагом, и перезарядка просто читерская. И Т110Е5 не так уж и сильно нагибает, как раньше. Но все равно танк остается одним из лучших на 10 уровне, по моему мнению. По крайней мере, играть на нем очень всегда приятно, потому что и точность, и динамика есть. Занимает Корт вот такую вот позицию. Отсюда можно вести огонь. Врагам, которые проезжают, подставляются, например, ФВ-215Б, который уже несколько раз промазал и получил уйму дамага, так и не смог ответить. Тут забирает Корт СУ-152. И пока что остается на этой позиции. Хотя я лично Буфл обоялся все-таки, что ФВ-215 накинет. Все-таки у него там с фугасом даже дамаг может достигать 2000. Но пока нашему герою везет и ФВ вообще не может попасть. Уже растерял всю свою прочность. И остается у него всего 60 КП. Пока что вроде бы все нормально. У врага два танка 8 уровня уничтожены. Один седьмой. И уже почти один десятый. ФВ-215Б разобран. Но, как вы, наверное, знаете, часто такое бывает, что союзники увидят хоть какое-то преимущество и сразу рвутся вперед в итоге. Сливаются. И, скорее всего, ну, я это знаю, что так и будет в этом бою. Вот повалилось дерево. Может быть, кто-то снова выйдет. Но нет. Никого не появляется. Решает Корт сменить позицию. В принципе, можно и с центра поработать. Вот как раз ИФ-3 выезжает иногда. Но пока он не выезжал, но теперь опять подставляет борта. В общем, не понимает, что он, что его уже тут давно ждут. Вот союзный, вернее, совзладный ИС-7 умирает, накрывает борта. А враги все подставляются, бортами выезжают. Заметьте, очень хорошая точность, быстрая перезарядка у этого танка. Это, конечно, не может не радовать. и будут ли соперники опять снова так же делать. Да, они продолжают подставляться. Очень глупо. Тут уже и другой ИС-3 подставляется теперь. В общем, враги тут особо не думают. движение невозможно. Тут, кстати, хорошо довернул корт, то есть снаряд отрикошетил. Если у Т110Е5 ставить правильный корпус, то можно, в принципе, много ДПМа, вернее, дамага вытанковывать. Выезжает ИС-100, но он прикрылся за ИС-3. И посмотрите, как быстро изменилась ситуация в бою. Сколько человек где-то уже слились. И это очень плохо, потому что наш герой теперь понимает, что нужно ему тащить. Ну, с одной стороны это плохо, с другой не очень, потому что сколько и дамага еще осталось. А как вы можете видеть, враги особо в этом бою не играют аккуратно, они наоборот подставляются постоянно. И это очень хорошо, потому что позволяет наносить множество дамага. Вот тут наш герой уже ставит кумулятивные снаряды, потому что все-таки осталось ББшек мало, да и Е100 не так уж и легко пробить. Е100, кстати, до сих пор не видит. Вот только сейчас заметил, что об него стреляет и просто промазал. Видит наш герой, что он обходит его ИС-4. Конечно, нужно не дать ему это сделать. ИС-4 можно простреливать между арками. И тут что-то ИС-4 вообще врезался. В общем, это он слился слишком быстро, ничего так и не сделал. Но наверняка Е100 увидел все это дело и сейчас приедет. Вот он как раз появляется. Сажает наш герой Е100 на гусеницу. Видимо, нет у него ремкомплекта. И теперь Е100 просто стоит на гусенице и получает дамаг в борт. Но сзади уже поджимает ИС-3. все-таки Е100 удается забрать это хорошо, потому что все-таки дамаг у него альфа-страйк огромный и его желательно в первую очередь было убирать, что наш герой и сделал. Тут опять простреливается ИС-3 через арку. Попытка танковать бортом, но под слишком вернее там все-таки борт был под маленьким углом ИС-3 пробит. И еще и Лева приезжает с той же позиции, где был Де-100. Отличный дамаг выходит. БНЛД почти 500 для Т110 и 5 очень много, потому что все-таки альфа-страйк у этого танка не самая большая. Ну вот Лева вообще неизвестно что творит, просто ловит снаряды в борта и не может отъехать в итоге. Вот так вот сливается. 10-9 тысяч дамага уже есть. Для Т110 и 5 это вполне хороший результат. Ну имеется ввиду, что сейчас нынешних рядов, когда много барабанных танков, много вообще читерских танков типа того же Т57 у которого там супер быстрая перезарядка, огромный дамаг с барабаном. Этот дамаг как бы очень хороший для Т110 и степи. Остается всего один Лева у врага и арта Ларей. конечно в первую очередь нужно убрать арту возможно она где-то тут рядом и вот она появляется наш герой ее минусует теперь остается найти Леву по мини-карте вы можете видеть что он на H1 то есть H1 и как раз как раз на наш герой сейчас и отправится вот он пока что едет на базу возможно чтобы выманить Леву есть еще одна арта союзная Лорейну которой нету фрагов но в принципе она может помочь а помощь обязательно потребуется потому что всего 5 снарядов остается 2 бронебойных 3 кумулятивных и 4 фугасных имеется ввиду что фугасные снаряды уже не так эффективны тут наш герой промазан конечно не очень хорошо потому что снарядов крайне мало и желательно чтобы как-нибудь все-таки арта накрыла Леву удается попасть но Лева легко пробивает нашего героя видимо стреляет он подкалиберными снарядами потому что очень уж легко хотя возможно ему просто везет уничтожается этот душик и теперь нужно уже не ставить под обстрелом Левы нужно сменить позицию опять удается нанести дамаг но Лева легко пробивает на 358 остается всего 2 кумулятивных снаряда это конечно очень плохо потому что если наш герой не сможет уничтожить Леву то просто не хватит снарядов тогда этот бой может закончиться сливом обидным сливом кучей дамага ну вот решает Корт подъехать поближе Арта зачем-то тоже близко подъезжает возможно там Лева не совсем был прострелил вначале поэтому Арта не стрелял но вот сейчас важно как можно как можно точнее стрелять чтобы пробить Леву опять Лева наносит дамаг легко пробивает он по-моему ни разу еще не промазал и последний кумулятив попадает в башню Лева пробивает остается 4 фугасных но вроде бы к счастью Арта начинает работать по Леве и теперь я думаю вы сами понимаете что это победа вот добирает Арта Леву и все спасибо за просмотр надеюсь бой вам понравился его я решил показать что потому что это мой любимый танк мне он очень нравится до сих пор и неплохой бой с кучей дамага грамотные действия удачных вам боев и пока друзья и таково результат этого боя 2388 опыта 139 тысяч кредитов 11 149 дамага подробный результат вполне неплохой бой спасибо за просмотр пока пока